Герман сказал, что для него не так уж и важно больше участие Тудроц на МКС. МКС как формат существовать 100% будет, и если мы получим отказ от Тудроц на участие, я вполне их пойму. И более того, я даже в какой-то степени, наверное, я больше даже удивлюсь, либо они поменяют какую-то свою политику, либо если они просто продолжат быть не командой, но сформируются опять в команду под МКС, то это будет странно. Все прекрасно понимают, хочешь ты этого или нет, МКС это продукт. И вот смотри, в прошлом году продукт продался соусом. А кто добавил этот соус, скажи мне? Этот соус добавили Тудроц, потому что было много всякого вот этого, ну, кипиша, трансферы, скандалы. Вот смотри, а когда ты будешь продукт продавать без соуса, тебе после этого нужно будет его на следующий год продать. А он-то уже без соуса. И совсем другой вкус, пойми. В любом случае цифры нужно какие-то набирать. И объясни мне, какое противостояние будет интересным? Вот на уровне МКЛ Тудроц. Никакого. Только если мы на спорте каких-то типов не отберем, невероятных, которые с автоматами будут на футбольное поле выходить. Чем и, собственно, и за... Другой вопрос. Все-таки МКС дорого стоит. Аренда стадионов, камеры, оборудование, вся подготовка и так далее. Но мы же обсуждали тот момент, что Тудроц могут отказаться и заявить, прийти к Герману и сказать, Герман, мы знаем, что для тебя это серьезное дело, поэтому давай ты нам плачешь. Да, могут так сделать. Но я думаю, не сделают. Потому что могу сказать из-за чего. Во-первых, я вот имел какие-то разговоры на этот счет. И какую мысль хотел я донести? Что от этого выиграют все. От наполненности медийного футбола общая цифра просмотров вырастет. И интерес к обеим командам тоже. А что касается тех денег, смотри, сколько ты получишь? Миллион за участие? Ну, давай говорить серьезно. Те цифры, о которых идет речь в медийном футболе, там миллионов не удивишь. А просить больше, но это будет неразумно. Люди, которые все это организовывают, понимают, сколько это стоит. И ты же на этом делаешь тоже контент. И что немаловажно, ты на этом получаешь эмоции. Ты понимаешь? Это для людей важно сейчас, когда вы находитесь в состоянии спячки, зимой, снимая челленджи в Манеже. Тебе хочется ощутить этот летний вайп, этот турнир. Ты же все равно выходишь с горящими глазами. Все хотят это пережить. Но логика есть в том, что теоретически запросить можно. Как бы статус позволяет. Но только Тудрот смогут это сделать. Все остальные. Ну а ты слышал, что они могут запросить. Я просто как вариант предполагал. То, что такое может произойти. А так зачем людям что-то просить? У них так все есть. Я уверен, они для себя согласятся. Тем более ролики. То есть ты можешь очень много роликов сделать. И, как мне кажется, у них еще разговорный формат пойдет. То есть вот Тудротс Дейс. Я посмотрел, кстати, цифры с интервьюн Бейпом. Надо будет чекнуть его. Там очень нормально набирают. 400 тысяч для разговорного формата. Ну, excuse me. И это нужно раскручивать. И прикинь под МКС, сколько всего можно снять. Поэтому, я думаю, они откажутся. И все будет. Но они могут, интересно, расстроиться тому, что сказал Герман? Ну, типа сказать, а ты сказал, что мы не команда. Тогда мы не будем взяться вообще. Нет, конечно. Ну, кто-то, ну, что, будет расстраиваться. Слушай, все и так друг друга, блин, просто зас... Ну, типа... Все и так друг другу уже точки над «и» поставили. Своё отношение ко всем известно. И нормально в этом комьюнити функционирует. На глазах надо быть дружелюбным, показывать хороший пример. А за спиной нужно точить пики. Все нормально, типа. Это правило вот этой холодной войны. Мы в состоянии холодной войны, которая никогда не закончится. И надо от этого получать удовольствие. Мне лично нравится. Так интереснее же. Но ты будешь с дротами. Какие дни? Или с деньгами? Я... Я... Пойми, я был комментатором у «Тудротс». Я пацанам симпатизирую. Хочу, чтобы они выиграли следующий МКС. Но ты же понимаешь, что я не в свадьбе. Я не работник какой-то. У меня нету такого, что ты там, ты здесь. У меня там все пацаны, с которыми я кинтуюсь. Нету людей, с которыми, допустим, у меня плохие взаимоотношения. Поэтому я здесь, пойми, здесь, в Краснодаре, куда мне до МКС еще доехать надо. Ну, я не знаю. Но само заявление Германа, вот само заявление Германа, что «Тудротс» не команда. Ты согласен? Нет, я не согласен. Они не команда. Это команда, которая на каждом МКСе принимала участие. И они сделают схваты на этот МКС. И мы будем смотреть за трансферами. Он это просто, знаешь, он грань такую провел между его проектом и проектом «Тудротс». Потому что они снимают челленджи, а он все-таки постоянно снимает исключительно футбольный командный контент. В этом плане можно сказать, да, что МКЛ – это чистая команда. Потому что они так и двигаются. «Тудротс» – это команда, которая активизируется к МКС. Но до этого в этой зимней спячке они бьют поворотом в манеже Спартака. Твоем любимом. Ну смотри, я с тобой не согласен. Но давай вот возьмем прошлый состав на МКС. «Тудротс». Защитник – тот, который не принимает участие в челленджах. Второй защитник – который не принимает участие в челленджах. Третий защитник из Украины – который не принимает участие в челленджах. Нападающий Кутул – человек, который не принимает участие в челленджах. Краб – человек, который ушел на спорте. Прокоп – человек, который ушел на мангал. Здорово, Белыч. Салют. Белыч, ты если слышал, а может не слышал, когда Герман сказал, что «Тудротс» не команда, и что он не удивится, если вы не будете играть на МКС, тебя это подбесило немножко? Или ты такой… Ну, я честно скажу, я еще не видел ролик. Да там еще жесткого не было, Белыч. Я тебе сразу говорю, это дебан нагоняет, там ничего жесткого не было. Сейчас ничего не было. Не умеет подогреть где надо, но в целом, я не знаю. Но по сути, «Тудротс» – это не команда. Это в первую очередь и челленджеры. Но мы считаем себя командой, и мне кажется, многие знают. Есть команда «Амкал», есть команда «Тудротс», но фактически, типа… Конечно, «Амкал» – это команда, но «Тудротс» – это такая же команда, просто официально нет. Это то же самое, можно зарабатывать деньги ООО, а у кого-то там будет, я не знаю, самозанятый. Но все зарабатывают деньги. Слушай, а ты хотел бы, да, чтобы летом было МКС, чтобы «Тудротс» там играли? Просто вопрос я Герману задавал, я сразу скажу, вопрос я другой задавал. Я говорил, что вот сейчас разные буки, ну, в прошлом году был один и тот же бук у «Амкала» и «Тудротс», и сейчас, типа, разные буки, и если «Тудротс», типа, заявит тебе, что мы только за деньги залетаем к вам. То Герман сказал, типа, ну, я не удивлюсь, что такое может произойти, но, в принципе, там, в МКС выдержим и без «Тудротс». Ты бы хотел просто, чтобы МКС остался, чтобы «Тудротс» там? Ну, я, конечно же, бы хотел лично, ну, как участник, но будет решать все равно. Грубо говоря, ажека и метит, как они договорятся с Германом, я не знаю. Но то, что Герман говорит, что МКС без «Тудротс» ничего не потеряет, я с этим согласен. Нет, теряет, конечно, но, типа, у нас другие цели. Но другие цели, просто МКС. Смотри, мало медийных команд, и все знают «Дерби», «Амкал» и «Тудротс», но а какие команды еще? На спорте. Три команды. Ну, и пока деньги на слуху. А кто бронзовые, без «Таамкал», хорошая выездка. В гиг, ты в гиг забыл, подожди. Ну, в гиг тоже рабочая, но просто это, мне кажется, не будет так интересно, если не будет противостояния «Амкал» и «Тудротс». Да, этот турнир, по факту, потеряет 70% своего веса. Мы должны говорить, типа, фактами. Есть цифры, и они за все говорят. Надо на них ориентироваться. Когда был первый МКС, «Тудротс», «Амкал» не сыграли. Просто под каждым матчем, с кем бы ни играли мы, с кем бы ни играл «Амкал», все ждали этой битвы. И еще Роме прилетело за то, что они выиграли МКС, и не дали нам сыграть там в полуфинале или в финале. Слушай, ты как один из самых опытных, хоть ты и молодой, самых опытных участников проекта «Тудротс», ты вот вообще последние события как оценишь? Я имею в виду, ну, там, люди уходят, люди в одно место, в другое. Вот ты, в принципе, молодой пацан их возраста, да, молодой пацан их вайба. Ты понимаешь вот эти вот мувы постоянно? Или тебя тоже чуть-чуть подрывает, что… Да я просто не понимаю вообще, откуда взялись деньги. То есть, прикинь, вот у «Тудротс» 3 миллиона подписчиков. Раньше все смотрели «Тудротс», и, я не знаю, предложи вот 2 миллионам попасть в «Тудротс», они сделают все, чтобы там участвовать. А парни берут, дают им шанс развиваться медийно, они еще и просят за это деньги. Типа, ну, по сути, можно взять другого, который будет за бесплатный, еще с большим желанием и большей отдачей, принесет что-то новое. Ну, то есть, ты тоже оцениваешь так, что не так сложно нового чувака, там, условно, нового вратаря раскрутить, дать ему какие-то цифры и вот точно так… Да, сто процентов, ну, посмотрели на весь состав «Тудротс». Раньше было 10 человек, сейчас 40 человек. И все новые лица, и каждый человек приходит, и он интереснее, или в нем открывается что-то новое, что еще на «Тудротс» нет. Слушай, раз ты здесь, тоже не могу тебя не спросить об одной теме. Ну, наверное, ты смотрел ролик про вот этот, я уже не буду его называть, ты сам знаешь про кого? про взлетающий вверх ракеты. Я просто уже не могу об этом говорить. Вот, и я там тоже о тебе говорил, что ты на «Твиче», типа, что у меня вопросов нет, что ты на «Твиче» иногда играешь в казиноху, и сам говоришь, типа, «Чуваки, если хотите, играйте, хотите, не играйте». Ну, типа, я в том смысле говорю, что ты, типа, я сам играю, хотите рубитесь, хотите нет, и мне самому это… Да, но я в целом говорю, еще раз повторяю, что казино замуж, казино, вы не выиграете там никогда деньги, если вы идете в казино, будьте готовы, что вы уже проиграли. То есть это просто дорогое развлечение, которое к ничему хорошему не приведет, да и в целом, типа, я попробовал такой формат, мне было интересно, но я тоже… Пакет не продлили, да? Ухожу, ушел. Да нет, пакет продлевают просто, ну, мне самому уже, типа, не интересно, не в кайфе. Так посмотрел, что, ну, не мое, короче. Базар, базар, дом. Слушай, а почему вы сейчас меньше стали снимать интервьюшек и прочего? Мне кажется, вот интервьюшки, они бы вполне, кстати, твоим форматом были бы, потому что ты любишь там базарить. Ну, я не знаю интервью, просто прикольно получил МВП, но сейчас мы хотели снимать его с Крапом, но у Крапа не получилось, потому что у него там был какой-то интервью с на спорте, а кого мы хотели Алана, и когда мы хотели Алана, Алан был на подкасте у Спирякова, и просто сейчас герои, грубо говоря, пока, ну, не готовы. Мы хотели Жеку или нет, но Жека говорит, что пока не готов, типа, чуть позже. Все, спасибо тебе большое. Спасибо, пиши статейки, все хорошо, все читаем, лишнего вам не надо. Давай, Крапа. Давай, Крапа. Ну, видишь, я так понимаю, что все пацаны из Фудроса реально хотят поиграть. И я думаю, что там реально вопрос вот как раз вот этот о деньгах, он, я думаю, со стороны Жеки и Никита вряд ли встанет. И это, да, взаимовыгодная тема. Очень важная вещь, что у нас будет с рынком твориться. Что такое медиафутбол? Это трафик. Человеческий трафик, да? И ты знаешь, что заходят некоторые спонсоры, которые конкуренты друг к другу. Вот здесь вот главный камень преткновения. Что будет с вот этими всеми историями? Кто-то у кого-то кого-то увел и готовы ли они потом, чтобы бренд чужой появлялся в их роликах и прочем. Они же должны выкупать, что они конкуренты. И как им создать рынок, где они будут взаимодействовать и прописать это в регламенте. Короче, медийному футболу нужна основа, базис и регламент какой-то. Фундамент, на котором будут строиться взаимоотношения между командами. Без него мы будем типа наблюдать вот эту вот хаотичную хрень, которая будет, хотя с другой стороны она будет вызывать много скандалов, которые нам на пользу. Поэтому теоретически я только за то, чтобы так же продолжалось все. Слушай, кстати, про переходы. Сейчас, так, относительно рассматривается возможный уход Прокопа. Ну, во-первых, ты услышал сегодня, как у Германа составлены контракты. Довольно интересно. И, наверное... Ну, ты понял, да, сколько у Прокопа у вас? 500 и контракт до апреля, а у Вити миллион. Ты как, не офигел от этих? Нет, кстати, это забавно, что одни люди типа ставят такие зарплаты, да? Ну, типа, берут вот такие деньги, как, условно, на спорте приглашают за миллион, а Герман наоборот. Ну, видишь, тут же, получается, история немножко другая. У них и денежный трафик разный. Как я услышал из интервью Германа, у него, в принципе, сейчас все не очень с финансами, исходя, если доверять ему. Я не знаю просто, как эта вся история не окупается и не приносит миллионы. Я-то думал, он реально сидит на пачках, понял? И все жду, когда у него на руках засияют потеки. Я даже знаю, через кого ему есть вариант купить. Но тут просто вопрос, что такое отступные за игрока в медийном футболе? То есть, представь, сколько он должен сделать. Хотя, с другой стороны, краб, он единицу зарабатывает на спорте, да? То есть, если у команд такие возможности есть, и он трафик генерирует, то почему нет? Можно заплатить. Это не такие огромные деньги, если брать МКС. Потому что таких людей, как Прокоп, на рынке единицы. Он медийный, и он реально может в футболе играть и давать результат. Мы встречались же с ним на отборочных. Видел ты. Мы с ним пообщались. И я, знаешь, крайне был удивлен с его вот этой доброжелательностью. Я его, откровенно говоря, ну нормально так присанул в реакциях. Меня, потому что там триггерила вот эта вся история с тем, что он ушел. Ну ты понял, короче. И он все равно, типа, относится хорошо. Это говорит о многом человеке. Когда он такую реакцию у другого человека видит и не меняет свою позицию, он мне теперь кажется супер добряком. И я ему буду желать всего наилучшего. То есть это тебе кажется супер добряком? Нет, ну просто обычно люди, понял, они такие в позицию. То есть они меняют свое мнение относительно того, как человек на них реагирует. А я говорил там по факту. И он сам сказал, ну там с некоторыми моментами, что он согласен. Ты знаешь там про его выступления. Но здесь история в том, что он хочет в целом. Для меня понятно. Он хочет играть в футбол. И сейчас есть возможность играть в футбол только в Амкале. А когда будет МКС, возможность играть в футбол будет на спорте, в Тудроц и в Амкале. И вот здесь мы уже поговорим, понимаешь, о чем идет речь. Поэтому сейчас сто процентов сказать нечего. Ну, не о чем говорить. Зато процентной вероятностью. Ну, то есть ты, в принципе, оцениваешь топово, что Герман убил эти контракты. Конечно, это должно быть. Прикинь, вот история. Прокопа перекупают за 500. Это прецедент, блин. Ты игрока в медийном футболе продал за деньги, блин. Я вон Фидоса за десятку продать, и это уже будет типа гениальный муф. Знаешь, сколько Фидос стоит? Он заплатить должен, я правильно понимаю? Ха-ха. Ну, вот я думаю, даже на сигареты не хватит. Ну, водичку можно купить и то не лучшую, понял? А, 50 тысяч? Ну, не, ну, 50 тысяч нормально. Не, ну, за 50 тысяч, excuse me, можно AirPods и купить, и какой-нибудь Samsung. Который у тебя сейчас, видимо, потому что я не вижу никогда. У меня на айфоне 13 Pro Max 1 терабайт. Вот. Ну, смотри. И вот сейчас вот идут слухи о том, что Прокоп может уйти. Потому что, я так понимаю, есть определенные, ну, не то что конфликты, недопонимания. Ну, во-первых, он сам говорит, что мне не нравится Amkawa, мне нравится коллектив. Вот. Во-вторых, он как-то пошел на тренировку на спорте. И, как мы прочитали, послушали Германа, после тренировки на спорте он опоздал или не пришел, точнее, на тренировку Amkawa. Вот. Ну, и, в общем, я так понимаю, что ему не нравится, что ему не доверяют место в основе или не всегда доверяют. Вот. Вот. И что, как будто бы он ставит себя выше команды. Вот. И тут, мне кажется, у Германа большая такая дилемма. Потому что Герман сказал, что те, кто не подходит по вайбу, ему не нужны, допустим, как Володя XXL, да. Вот. И сейчас большая дилемма для Германа, в том числе, что делать с Прокопом. Потому что у него-то могут быть хорошие отношения, ну, с Прокопом. Вот именно в команде. Потому что так-то у меня вопросов, типа, к Прокопу в личной жизни вообще нет. Ну, то есть я тут тоже, там, на отборе на спорте угорал. Мне было смешно, как он там отыгрывает что-то. Вот. Да. Как он там бутылку перебрасывал через здание. Было забавно. Но вопрос в другом. Что делать? Потому что человек, как бы, отдельно от команды. Вот что, представляешь, что ты владелец клуба, и у тебя такой тупик чувак, который, там, я не знаю, всячески показывает... Подожди. Владелец какого клуба? Медийного или обычного? Если медийного, я бы его оставил... Медийного. Дружище, делай как делаешь. Потому что я, честно, Прокопа изначально недооценивал. И ты даже на отборочных на спорте увидел, что на самом деле, вот в этой всей движухе он как рыба в воде. Бля, он естественным образом постоянно поджигает. Понимаешь? То есть Коваль, мне кажется, это делает просто потому, что у него так получилось. А Прокоп как будто бы, типа, выкупает. Понимаешь? Ну, ты знаешь, почему у него не идет с Амкалом? Амкал – это, типа, такой вайб, понял, типов, которые, там, американский пирог смотрели, и они хотят обсудить, там, фильмы, которые в 95-м году вышли. А Прокоп, типа, тик-токи, современная музыка. Я возьму крапа, поеду по всей Москве на все съемки, заеду, везде танцую, везде, типа, побываю. Да, то есть, ну, вообще разные люди. Абсолютно разный лейтмотив жизни. То, что у него нет соприкосновения с коллективом, я думаю, это нормально. Он чисто жесткий наемник, который делает свое дело. В чем в этом плохого? Я считаю, ну… Ну, опять же, подожди, он же делает дело все равно, по большей части, не в Амкале. То есть, если посмотреть те же отборы в «Хачу в Амкал», Прокоп там больше делал вид, что он участвует. Ну, типа, как будто нужно участвовать. Потому что он там пешком по вровке в основном ходил и особо не отыгрывал. Он-то отыгрывает по большей части как раз сам, либо в интервью у Нечая может какой-то дичи поднакинуть. Вот. А для Амкала выхлопа же в самом Прокопе особо нет, потому что он, типа, ну… Ну, а что играет в Амкале? Ну, ты можешь вспомнить хоть один перф, который Прокоп сделал именно в Амкале? Ну, только когда плюнул и поймал… Ну, он играет в футбол, типа. Это человек в обойме, который медийный, он играет в футбол. Нет, в том-то и дело, что его как раз не устраивает, что он не играет в основе, потому что в основе Севска на немало. Да, это такой момент. Ну, блин, а то, что мы сейчас о нем говорим, разве этого мало? Нет, я вообще не против. Вот мне просто интересно, куда тогда. Мы же знаем, что он не хочет туда и сюда идти. Но при этом я слышал, что на интервью Эль-Хану в программе «За Цаем» он неожиданно наехал на Джусе, с которым они друзья, и типа сказал, что Джусе вообще не имел права, на что говорить про Тудроц. Это он хорошо сделал, правильно, потому что бывшие команды нужно уважать и почтение к ним проявлять тоже. Мне почему-то кажется, что Прокоп – это один из тех типов, который теоретически может какую-то жесткую драку устроить в раздевалке. То есть он может, короче говоря, завестись в результате того, что, условно, какая-то машня по поводу состава пойдет, Сибскана будет вкидывать. Это вечный такой, знаешь, фитилек, который может подгореть и в нужный момент взорвать. И это прям будет бомба, если мы об этом узнаем во всеуслышание. Поэтому я бы его держал в команде именно для этого, чтобы он подогревал. И тем более, прикинь, как он триггерит других людей. Вот таких, как Сибскана, еще кого-то. Они же про себя думают. Этот малый совсем охерел. Типа на него столько внимания, а он еще ведет себя, ну, настолько высокомерно. Тоже добавляет своего вайба. Нам нужны какие-то истории. И люди, которые должны их создавать, вам кали есть. Не надо их трогать. И люди с цепями нужны. Он стиля добавляет. Как минимум, это уже много. Потому что там люди ходят… А что ты думаешь про его цепями настоящие? Понятное дело, это не бриллианты. Понятно, что концепт с бриллиантами, она бы стоила, как наша карьера на ютубе. Поэтому… Это просто хорошая бижутерия. Но Диор обувь у него настоящая. Это, извините, там 150 и куртка 200. То есть, уже на человеке полмиллиона есть. Поэтому он движется в нужном направлении. О, серьезные люди. С несерьезной прической. Извиняюсь. Слушай, привет. Ты поджог на прошлой неделе у господина Сицкана тоже в ролике. Вот. Помнишь эту историю? Твою. Ну, Сицкана, по-моему, тоже он делал зашкварные истории, где про тебя рассказывали, что ты все-таки не удержался и кое с кем подрался. Да. Ну, с Киром Воробьевым. Скажи мне, пожалуйста, такую ситуацию. Тебя что, в какой-то момент начало сильно так бесить, что в нашем медийном футболе столько оскорблений, что ты решил там типа подойти, ну, в конце уже просто разобраться и поговорить жестко? И, допустим, стал бы ты там толкать или бить Кира, если бы он тебе условно ответил и объяснил, почему он… Ну, вот с последним твоим осуждением согласен, соглашусь. Так бы и было, думаю. По поводу грязи, реально, в медийном футболе ее слишком чересчур, он медиафутбол. У нас в медиафутболе все меньше становится футбола, все больше становится «Дома-2» и всяких разборок и так далее и тому подобное. Хоть и я своего рода и… ну, и деньги. Да ты сам разборок поджег больше, чем все остальные. Со стороны, когда потом смотришь, блевать охота, так скажем. Кстати, извиняюсь, не поздорову. Не забывай, Багдасар, кто первый про мать на камеру сказал, как бы мы слышали. Так там послушай, столько лет прошло, пользуясь случаем, хочу передать привет родителям. Это раз. Во-вторых, я там не говорил на мать, я сказал тому мать, что там ничего не было. Я же так сказал. Не-не, я там слышал мать, блядь, на футбольном поле все про мать, это в один контекст мне описывается. Я не знаю, там у тебя лицо злое было. Я могу додумать, просто услышав одно слово. Ну, я не говорю, что плохого там ничего не было, и я пацанов тоже знаю. Так бы не сделал и не сказал, я с головой человек. Слушай, а ты после этого пытался, ну как, ну типа не извинился за то, что ударил, или типа вы не помирились, он там не извинился за то, что искорблял тебя? Передо мной никто не извинял, я не собираюсь первым извиняться. Кто первый косячит, обычно тот и должен извиняться, а затем уже и второй как бы идет на мировую. Ну слушай, ну вот если бы, допустим, вот ты его ударил, он же мог написать на тебя заявление и так далее. Я же не бью. А как ты ударил? Ты просто толкнул вот так ладошкой, или толкнул вот так, типа полуполокого попал? Да просто толкнул, господи, еще во дворе не были никогда, никогда за язык не получали, блять, на коробке поебалось. Я извиняюсь за мат. Да, жестокие будни нас ждут. Слушай, а что у тебя сейчас в медийной команде? На все подписчики за все я слежу. А почему тебя на отборочных на спорте не было? Так я же там, в смысле, я же там был, брат, я первый отбор же выиграл. Не, я понимаю, во вторых отборочных почему тебя не было? Ты подавал заявку? Ну, я не подавал, меня не звали. Я думаю, что я тебе цену уже имею и думаю, меня уже звать должны. Я не должен ходить везде, где попал. Жалко, мы там просто были. А так, флекс, конечно, нормального уровня Базара нет. Ну, я думаю, они прикольный отбор сделали, да, мне многих, кстати, говорили. Учитывая, что уже посмотрели отбор Амкала, сделали работу над ошибками и, наверное, сделали классный отбор, да? Отбор-то уж от души будет. Ладно, Тасар, респект тебе. Благодарю. Учитывая, чтобы интереснее было, потому что вот это в лицо вообще нет. Если бьешь, то бей так, чтобы интересно было. Я не понимаю, вы какие-то полуверы у себя приняли. Тасу на тренировке чуть похожу, научусь. Нет, там ты научишься, это очень базарно. Давайте, мужики, всем хорошего дня, вечера, который участвующий, давайте. Вообще, по факту, неделя хоть была такая яркая, но вот пока не выйдет отбор на спорте с нашим участием. Я согласен. Ну, мы там наделали, конечно, делов, но это интересные дела и для медийного футбола это точно сыграет в плюс. Мне кажется, нам нужны серьезные проекты на сцене, чтобы было интереснее жить. Команда должно минимум быть хотя бы 10 серьезных. И у нас должна быть лига какая-то круглогодичная. И, блин, а только где взять всех этих личностей? Ты же видел, кто приходил на отборочные? Их реально мало. Те, кто может играть в футбол и еще при этом каким-то образом создавать почву для обсуждения. Их немного совсем. В основном тиктокеры, а тиктокеры, они, как оказалось, более зажатые даже нежели обычные люди из консерватории. Ладно, сейчас, может, включим потенциального новичка Амкала. И я думаю, что главную тему мы уже обсудили и можно будет сливаться. Здрасте. Салют, салют. Так сейчас, по-моему, порядок. Там были желтые волосы. Здрасте, ты же на отборах. Нормально? Да, да. Ты переходишь или нет в Амкал? Ты вроде как приходишь тренироваться еще куда-то. Я завтра приду первый раз после травмы. Будешь первый раз? И что тебе Герман сказал? Да нет, на самом деле я абсолютно никакой нет. Я просто сейчас приду тренироваться, потом восстановлюсь и у меня будет что-то типа отбора. И после этого Герман примет решение. А какая травма у тебя? Плюсневая кость типа сломана была. Слушай, вот ты мне объясни. Вот смотри, у тебя там травмы и ты, несмотря на них, все равно собираешься идти в Амкал. У тебя вот мотивация в чем заключается? Ну, я уже слышал эти истории про то, что я люблю футбол. Но у тебя есть в голове какой-то план? Как ты все эти моменты сможешь для себя в плюс вывести? Ты монетизировать это хочешь? Жить на это хочешь? Да, конечно, конечно, я хочу это монетизировать. Но набрать популярность и монетизировать это. Что-что? Как вот ты себе это примерно видишь? Ну, вот твой сценарий развития событий. Все же немного предполагают и продумывают стратегию. Типа, зачем я иду в Амкал? Потому что мне, условно, сейчас 23 года. Я играл в ПФЛ и по факту, ну, уже понимаю, что сложно в профиках что-то добиться. Хотя и возможно. В теории возможно. Но я, типа, также люблю футбол по-прежнему. И поэтому, ну, типа, попасть в Амкал крутая штука. Развить медийку и, соответственно, потом, ну, монетизировать это. Каким образом? Есть, ну, есть планчики. Есть заготовочки, задумки. Но для этого нужно набрать популярность. Ну, вот, смотри. Пример Сычева и Кожемяки, да? Условно. Пацаны пришли в Амкал вдвоем. Я помню, на хайпе были люто. С влогами, со всеми моментами. Хотелось им снимать. Вот, на твой взгляд, какие они ошибки допустили? И вот, что бы ты на их месте... Просто они по факту, ну, медийно узнаваемы. Их там любят болельщики, их знают болельщики. Но от этого они ничего получить не могут. Они игроки структуры. Но от этой структуры они получают то, что не могут привести, ну, типа, для себя переработать в плюс. Я понимаю. Ну, смотри, мое отличие в том, что, ну, я повыше уровнем как футболист. И футбольного контента могу дать в теории намного больше. Там зарубиться с Левшуком, составить конкуренцию и так далее. Ну, на всяких челленджах я буду выглядеть, ну, интересно. Поэтому, в отличие от них, такие у меня есть плюсы, можно сказать. Футбольные, да? Ну, по футбольному бэкграунду, если смотреть, то как бы очевидно. А как это будет смотреться, ну, посмотрим. На самом деле, я плохо представляю их уровень. Ну, то есть, я достаточно неплохо представляю их уровень, но, возможно, не объективно. Потому что я с ними не играл. Ну, если смотреть футбольный бэкграунд и школу, конечно... Слушай, а что тебя не пропёрнут, красава? Ну, если ты слышал историю, то за меня запросили компенсацию предыдущего клуба, а красава, ну, не смог. А... А, то есть так? Я думаю, да. Ну, да. Если бы всё было нормально с контрактами, я бы остался в профессиональном футболе. Ой, профессиональный футбол мучает, конечно, людей. Ладно, чуваки, я думаю, что это... Всё, хрен с ним, давайте заканчивать. Тебе тоже хорошие тренировки. Хорошего вечера. Давай, Ryzen тоже. Пока. Давай, удачи вам, Кали. Будем смотреть, записывать реакции. Всем хорошего дня, Ryzen, хорошего вечера. Надеюсь, следующая неделя будет насыщенной, много событий, произойдёт всяких разных. И можно...